Меня зовут Олег Смыков, я директор компании Паттайя Град. С ребятами сегодня решили снять материал. Такой простой, не в виде рекламы, чтобы было понятно своими словами. Ну, немного об агентстве своем. Первую квартиру я свою купил в 1999 году. Когда-то мы покупали целых пять штук, кажется. Вот здания, где были первые квартиры. Когда-то они были очень модные, здесь дороги не было. Был прямой проход к морю. Потом муниципалитет разделил дорогой. Вот это неплохое здание, мне нравится, дусит конда. Владелец здания, господин Баворн. Приятный, хороший человек, порядочный очень. Таиланд, в принципе, понравился. Приехали. Покупка была спонтанно. Квартиры эти, конечно, там стояли какое-то время. Просто потом сдавали в аренду. В 2006 году я решил переехать сюда. Какие-то семейные обстоятельства были жизненные, вернее, не семейные. Решил немного отойти от своего бизнеса. У меня был совершенно другой в России. Квартиры как-то и пригодились. С 1999 года стоимость квартир, конечно, выросла где-то процентов на 200. В среднем шаг идет где-то 7%. 3,5-7% в год. Покупали мы их по 22, 28 тысяч бат. Продал я их порядка, наверное, 62, 63, 64. Что такое недвижимость, хотелось бы сказать, в Таиланде. То есть для каждого из нас есть какая-то цель или мечта. Кто-то просто хочет купить квартиру для того, чтобы приезжать, отдыхать. Какого-то мечта жить в море, как у меня была когда-то. Разные цели. То есть под эти цели нужно понимать, что вы покупаете. Что вы покупаете, для чего. В любом случае это сохранение ваших денежных средств. В наше время, тем более, сколько за этот период. Это уже третий кризис на сегодняшний день уже идет к нам. Так называемый. То есть рубли обесцениваются. Хорошо это, плохо это. Кому это нужно? Наверное, нет смысла об этом рассуждать. Это факт. Недвижимость, которая куплена здесь, она в любом случае вырастет стоимость. Это будут как минимум сохраненные ваши деньги. Как максимум они принесут вам дивиденды. Что важно, с моей точки зрения. Еще раз повторяюсь, наверное, это цель покупки. То есть вы планируете проживать постоянно или длительный период времени. Вы планируете разовую покупку как для пробы, как просто инвестировать деньги. То есть разные покупки совершенно, разные цели. Также очень важно понимать объект. Нужно понимать объект, куда вы заходите. Нужно понимать рост стоимости, если это новостройка. Что это даст по итогу? Выход из инвестиций. В какой период вы хотите выйти? То есть это три года, это пять лет, это десять лет. Ну или это просто инвестиции, чтобы оставить детям наследство. Ну или просто как какой-то капитал на черный день. Чем занимается наша компания? Мы понимаем этот рынок в Паттайе очень хорошо и досконально его знаем. То есть мы понимаем, какая стоимость будет через год, через два, через три в определенном объекте. То есть мы можем прогнозировать рост стоимости на определенном объекте. Будет он или не будет. Теоретически мы знаем площадки для будущих застроек. То есть если даже это первая, вторая линия, мы знаем, что на этой территории, на этой линии будет еще несколько зданий. В ближайшие три-четыре года, пять лет. То есть значит здесь стоимость может вырасти как минимальные деньги. Это один или два процента или три процента даст прирост. Есть объекты, где мы точно понимаем, что прирост будет от пяти до семи процентов минимально в год. То есть это неплохие на сегодняшний день для вложения. Ну или рост, назовем это так. Что важно знать покупателям? Важно понимать, что вы заключаете контракт с застройщиком или на покупку. И ваш проводник сюда – это агентство. Это агентство или риэлтор. Частных риэлторов не существует в Таиланде. Это невозможно. То есть это должно быть агентство. Выбор агентства – достаточно серьезный вопрос. Объясню почему. Потому что после внесения депозита и последующих платежей ваш контракт должен кто-то вести. То есть вам должны отправлять инвойства, должны помогать в решении ваших вопросов в последующем. То есть у вас может сложиться какая-то ситуация, когда вы не можете, например, вовремя произвести платеж. Это стандартная ситуация. Нормальное агентство решит вопрос, чтобы у вас не было никаких ни штрафных санкций, ни пеней. То есть в принципе я доволен своей работой, потому что за весь период моей деятельности ни один из моих клиентов не потерял ни один контракт. Но было несколько случаев, когда люди отказались по собственной воле. В любом случае мы или продавали контракты, или перепродавали, или решали вопрос. В некоторых случаях у людей были какие-то проблемы. Или семейные сложности достаточно серьезные. По возврату полностью денежных средств застройщика. Таким образом мы зарабатывали себе имя. То есть постсервис – это очень серьезная вещь. Если вы планируете приезжать в дальнейшем на отдых или на длительный период проживания, вы в любом случае столкнетесь с какими-то моментами, которые нужно решать. Это аренда транспорта, это страховки, это получение водительских прав, это образование, это школы, это дети. Это масса-масса других вопросов, которые каждый человек сталкивается. То есть в нашей компании существует колл-центр. Любой из наших клиентов может всегда позвонить. Или находясь в России, это 8800 бесплатный звонок по территории России. Или находясь в Таиланде, получит любую консультацию, любую помощь. Которая в наших силах, естественно, в силах компании. Это очень важно, поверьте мне. Я считаю, что наши клиенты в большинстве своем довольны. Нашим сервисом, назовем это партнерством. Открытие бизнеса. Некоторые наши клиенты переезжают в Таиланд, пробуют свои силы в этой стране, открывают компании. В принципе, страна открытая. Здесь можно вести практически любой бизнес, если он лицензирован. Нужно понимать, что другая страна. Здесь существуют определенные правила, законы. И есть механизмы, которые работают в России и которые не работают в Таиландии. Ну, по той просто причине, что это Азия. Это совершенно другой мир. Я бы рекомендовал не нырять сразу в какой-то бизнес. Пожить как минимум полгода. Полгода пожить в стране, поездить по стране, посмотреть в страну. Подышать страной. Понять, нужно вам здесь делать бизнес или не нужно вам здесь делать бизнес. Многим кажется, что бизнес в Таиланде – это легко. Это легко, это весело, это пальмы, это море, это бассейны. Это не так. Работать здесь нужно больше. Больше, чем в России. Например, у меня в агентстве ребята работают по 8, по 10, по 12 часов. Бывают и больше. И все рассказы в Ютубе про счастливое будущее, открытый бизнес в Таиланде. Да, вы достигнете, можете достичь результатов, но на это потребуются годы. Здесь нет коротких путей, здесь вся работа строится только в долгую. В долгую – это нужно зарабатывать имя, нужно заработать имя. Нужно понять, как работает здесь бизнес, нужно иметь отношения, нужно иметь, как тайцы говорят, лицо. Лицо за один год вы не наработаете. Поэтому, если вы решили переехать в Таиланд, думайте, что это надолго. Это не полгода, не год. Мне есть с чем сравнивать. На сегодняшний день мы год назад, чуть больше года назад, открыли офис в Москве. Открыли представительство компании «Ненордик». Наша компания как партнера уступает в этом проекте. Я посмотрел, как работают агентства в Москве, в Петербурге. Это совершенно другое. Той вовлеченности в продажу, тот сервис, который осуществляется здесь, в Таиланде, от клиента, в России не существует ни в одной компании. Вообще. По крайней мере, в Москве я такой компании не нашел. Никто не ведет клиента так же, как ведем мы. То есть от того, как мы забрали его с отеля, с гостиницы, до депозита, до контракта, до платежей, до получения ключей, подарков, решения всех вопросов, приезда бабушки, дедушки, родственников, встреча в аэропорту, помощь в оформлении виз, решения каких-то бытовых вопросов. В России так не работают. По крайней мере, я не нашел таких агентств. Все заканчивается на том, в лучшем случае, на контрактном платеже. Все будут улыбаться до платежа. Далее клиент неинтересен. Все рассказы про будущее, клиент на всю жизнь, про лозунги, которые в Ютубе великие мастера, риэлторы в Москве выкладывают. Полный бред, извините меня за, конечно. Ну, как минимум, не соответствует действительности. Сейчас мы едем как раз на проект Флорида. Тут уже есть несколько вопросов к застройщикам наших клиентов. То есть один клиент не может продолжать платежи. То есть мы остановим у него контракт где-то на 6 месяцев. Ну, заморозим его контракт. И весь может решить с оплатой в течение 6 месяцев. Ну, или мы данный контракт будем продавать. Второй вопрос. Ой, это уже застройщик, поэтому приятный. Один из клиентов решил перейти на большую площадь. То есть мы его подобрали в онлайн. Он принял решение. То есть мы просто сейчас подъедем, посмотрим, что там осталось для него. И он перейдет на более удобную квартиру для него. Съездили мы к застройщику. Все хорошо, успешно. Знаете, стандарты, стандарты, которые существуют в нашей компании. Хотел бы, возвращаясь, наверное, к московскому обществу, вообще к России. Удивительная вещь, мы столкнулись с тем, что наши стандарты работы с клиентом, они выше, чем в России. То есть, ну, скорее всего, мы были вынуждены создать такие высокие стандарты сервиса, ну, для того, чтобы продавать, для того, чтобы качественно работать. То есть мы не избалованы клиентами, мы не избалованы количеством клиентов, наверное. Поэтому, открыв, например, офис в Москве, мы подбирали став, подбирали в Петербурге став. И были вынуждены отправить несколько человек из Таиланда, наших специалистов, непосредственно в Москву работать. То есть они уже задают, как бы, наши стандарты другим нашим работникам. Подбираем партнеров в России, подбираем именно таких, которые будут соответствовать нашим стандартам. То есть наши стандарты – это довольный клиент. Клиент, который получает сервис всегда. Сегодня, завтра, через год, через два, через три или через пять лет он получает сервис. Кстати, сделки онлайн у нас. Мы начали активно продавать онлайн где-то 2011-2012 год. У компании накоплен действительно очень большой опыт. Я горжусь людьми, которые у меня работают, специалистами. Подбор квартир онлайн – это такая же простая, в принципе, вещь, как покупка вживую. В некоторых случаях риэлтор, а эти случаи гораздо больше, чем я думаю, подберет к вам квартиру лучше, чем вы, поверьте мне. Потому что риэлтор исходит из своего опыта, подходит к выбору не эмоционально, а с точки зрения цена, места, качества. Это первое. Второе – знать нюансы какие-то в застройщиках. Эта квартира может быть дальше от лифтовой шахты, от вентиляционной шахты, теневая сторона или солнечная сторона. Ну и ряд других вопросов, которые риэлтор решит гораздо лучше, чем вы приедете даже с нашим агентом и будете выбирать эмоционально. Вот мне нравится так, это хорошо. Мы стараемся клиентам, конечно, помогать, объяснять некоторые вещи, но бывает, что покупатель говорит, нет, вот это и все. Пробки. Машин, конечно, в городе становится все больше, потайк, город растет. Ну и дороги строят, конечно, туннель построили буквально недавно. Сейчас расширяется хумбит, еще один туннель будет на юге города. То есть город, конечно, растет. Это у нас есть телеканал, это кабельное телевидение, которое принадлежит нашей же компании. Телеканал мы первый открыли лет 7-8 назад, кажется. Технический персонал есть местный. В общем, мы сделали уникальную систему, даже, наверное, для России, я думаю. Мы установили оборудование в Бангкоке, мы подключились к кабельным сетям, сделали точечное подключение к отеле. Мы заказали специальные программы, прописали, и все управление телевизионным каналом, контентом происходит в онлайн-режиме. То есть в офисе у нас практически техник приходит раз в неделю, что-то подстроить, подкрутить, подвертеть. Все управление происходит онлайн. В принципе, такой продукт, мы его сделали еще 3-4 года назад, он достаточно достойный. Оборудование собирали с разных стран. Украина, Арабские Эмираты. В Таиланде мы заказывали на каком-то заводе непонятном военном. Ну, то есть 3-4 страны, то есть мы собрали сборку оборудования, прописали свой софт, сделали, и достаточно успешно ведем вещания. Контент, конечно, собираем сами. Ну, основная группа была у нас до кризиса, потом мы ее закрыли, поскольку нет такого объема рекламы. Ну, что такое для меня Таиланд? Для меня Таиланд – это серединный путь между двумя крайностями. То есть если ты хочешь… Это я определил для себя, конечно же. Жить в Таиланде, вести здесь бизнес, ты должен найти свой серединный путь. Первые годы, конечно, бьет по краям сильно. Один край, другой, третий. Пока ты поймешь, как здесь жить, как здесь работать. Каких целей ты можешь здесь добиться, каких ты не сможешь добиться никогда. Это тоже очень важно, нужно понимать, что в любом случае мы здесь гостем. Мы здесь гостем, нас здесь любят. Таиланд – прекрасная страна, улыбчивая. Но мы здесь гостем. Нужно уважать эту страну, нужно уважать людей, которые здесь живут, естественно, тайцев. Нужно уважать законы и правила, по которым живет страна. Это очень важно. То есть нельзя переносить тот опыт, то видение мира, которое у тебя было в той стране, в которой ты проживал, переносить сюда и решать, хорошо это или плохо. Нужно пожить здесь и понять, как живут здесь. Так жизни получилось, я решил поехать в Таиланд где-то на 3-6 месяцев пожить, чтобы поменять немножко, отойти от своей предыдущей работы, бизнеса. Ну и остался здесь. Вот так получилось уже больше 10 лет. Познакомился с девушкой, с своей будущей женой, с Леной. Ну и так вот у нас как-то неожиданно родилось трое детей. Родилось два сына и одна дочка. Всего у меня четверо детей от первого брака. Старшая дочь, она уже учится в Риме, в Италии. Заканчиваю четвертый курс. Филологический факультет. По образованию в Таиланде от российского отличается. Отличается, я бы сказал, не в лучшую сторону. То есть оно более слабое для европейского уровня. Слабенькое. Есть русские школы, есть школа при посольстве. Я думаю, там преподавание достаточно приличное, потому что лицензированное все. Есть первый, второй, третий класс русская школа. Ирина хороший человек, вовлеченный, любит детей. У меня дети в детский садик, в школу ходили. Но в любом случае специалистов, конечно, таких как в России, здесь не так много. Если вы планируете, что ребенок будет учиться по русской программе и непосредственно в русской школе. Здесь, конечно, слабое звено. Если вы планируете, что ребенок пойдет в английскую школу, здесь их достаточно, или в немецкую, или в смешанную, то тот уровень образования, который здесь есть, он получит. Может быть, этого будет достаточно. Есть университеты в Бангкоке, в принципе, тоже считаются неплохими. То есть у каждого есть мечта. Есть мечта жить в море. Вот хочется жить в море и все тут. Я бы купил сейчас квартиру в Сочи, честно вам скажу. Будет ли она расти в стоимости в Сочи? Навряд ли. Как инвестиция? Сомнительно. Как для себя, наверное, да. Как инвестиция? Это недвижимость Паттайи. На Пхукете. Кстати, мы открываем филиал в этом году. Наши клиенты могут получить достойный сервис. И на Пхукете. Еще раз, что для нас Таиланд? Для нас Таиланд – это страна, которую мы любим. Которая дала нам возможность жить, радоваться жизни, зарабатывать, рожать детей, воспитывать детей. Но Родина одна. Родина одна. То место, где ты родился – это и есть Родина. Отечество одно. В моем понимании. В любом случае, я лично и люди, которые работают в нашей компании, никто из них не отделяет себя от Родины, от страны, от своей. Наверное, это правильно. Скорее всего, это правильно. Нет, наверное. Или точно. Не знаю, как правильно сказать. Чем я горжусь, наверное, тем, что люди, которые работают, людьми, людьми, которые работают в нашей компании, я горжусь. Я горжусь, я доволен, что лучшие, лучшие работают у нас. Это люди, которые любят свою работу, они знают этот бизнес, они работают с любовью. Это очень важно. Это очень важно, потому что работать без любви, просто ради денег, ради удовлетворения каких-то там базовых потребностей, не знаю. Ну, наверное, неверно. В принципе, небольшая компания. К компанию строиться практически у нас невозможно. Это много спрашивает, как устроиться к вам. Это сложно. Нужно прожить как минимум полгода-год в стране, нужно знать немного английский язык, нужно пройти тест, и где-то полтора-два года. Только после этого вы можете работать в нашей компании. У нас нет случайных людей, в нашей компании нет случайных людей. Все люди, которые работают у нас, они проверены временем, проверены деньгами, проверены опытом. То есть это первое правило, то есть это золотой фонд компании. Это люди. Т. Продолжение следует...